и пока здесь строилась новая дорога мы для вас сделали ремонт и почему это нам необходимо продемонстрировать потому что мы вам показываем то самое лучшее качество самое лучшее качество даже невзирая на то что мы говорим что это столовая но по сути слова столовая их не существует нигде природе кроме российского языка естественно везде это ресторан везде это место отдыха и давайте зайдем и попробуем это самое место отдыха сделано с другой изюминкой интересная особенность в чем интерес в ютьюбе мне задают вопросы я и отвечают вам очень нравится столовая по-домашнему вот продолжение сюжета потому что я снимаю жизненную ситуацию знаете что такое жизненность это когда безупречное качество по адекватной цене вопрос то очевиден но где найти поваров экстра уровня я с большим удовольствием говорю о кулинарном техникуме без кулинарии нет ни города не села а вы не въезжайте въезжать надо сразу же без завтрака обеда и ужина вы в городе без еды будете полностью как и без рыбы как и без мяса как и без детей как и без школьников как и без студентов как и без денег я про кулинарию как произведение искусство каждый день говорю это вам не айтишники и то есть надо но какие здесь специалисты это однозначный поиск и правильное решение во второй раз я как бы мне нравится как то есть тоже так жесткая кухня и как бы вот покушал первый раз здесь и приехал второй раз можно покушать и вкусно да да вкусно хорошо по домашнему вопрос такой к кому тут едать насколько она вкусная очень вкусно всегда ездить сюда на обед и так мне говорят будешь ли ты тут снимать шапку шапку естественно естественно я сниму шляпку потому что я знаю насколько все это дело вкусно о привет привет все нормально да и прежде чем я все это дело буду вкушать я сейчас объясню то есть у нас сюжет такой интересный то есть мы должны людям всем показать что и как кушать то но когда я сказал что я дома покушаю мне тот самый тот самый замечательный шеф сказал лишь ты дома-то и не кушай ну а в связи с тем что я дома-то и не кушаю я вам сейчас продемонстрирую все это как можно быстро как можно быстро и с новым удовольствием салатка всегда не просто безумно вкусный я такое делаю еще раз говорю я умею готовить настолько вкусно это вряд ли естественный вариант как мне сказали люди покушай пожалуйста солянку естественно я буду здесь кушать потому что первоначально и неоднократно я говорю что все начинается именно с солянки когда я ем солянку за 70 рублей это достаточно дорого потому что это реально вкусно я хочу дома приготовить но то что я буду приготовить это будет удовольствие совершенно дешевое поэтому самый простой вариант сюда иди все это дело вкусить да это просто что-то с чем-то это реально что-то с чем-то и когда мне говорят насчет ценников я еще раз говорю тут есть отдельная контора которая занимается что она занимается она продает вам как бы сказать то чебуреки но давайте вспомним можно бесконечно все это дело говорить я никогда я никогда это не смогу сделать сам я и умею готовить и делаю это вкусно но так чтобы все настолько было вкусным это вряд ли да как это как это все делается я понятия не имею я понятия не имею но макароны с такими добавками это просто изюм это реальный изюм ну в связи с тем что я и дома у меня дома сейчас есть что у меня дома есть так вот у меня дома есть теплицы я в теплицах выращиваю перцы а вот я хочу попробовать перец какой здесь я не знаю как это сделано но мне кажется что его здесь не жарит он просто томится да это просто очень вкусно так вот про ценники помните да то есть раньше допустим можно было говорить о том что ну если мы будем говорить про советский союз советском союзе как бы вам сказать чебурек то стоил всегда 16 копеек это была ровная и примерно одинаковая цена второсортного хлеба то есть настоящий хлеб стоил 24 копейки первосортный хлеб черный стоил 22 копейки а второсортный хлеб стоил 16 копейки сегодня сейчас я не понимаю почему там чебурек стоит 75 рублей это вы о чем не будете рассказывать в сказке то я прекрасно понимаю из чего это все делается и ну я такие вещи что-то мне они вообще никоим луком то не нравится потому что мне сюда проще полетел спуститься от альфа-центра грубо говоря это ну ну 300 метров если напрямую вот просто пройти по напрямую от альфа-центра здесь будет ровно 300 метров и можно здешние чебуреки разные кстати здесь есть и сибирские наши а если сочинские вообще как бы здесь все работают в регулярном качестве а я добиваю то что мне один товарищ посоветовал что плов здесь конечно настолько красив не беспокойтесь это я чуть позже даем но это конечно другие деньги но по сути не сильно больших то есть вы в принципе каждый человек может себе перекусить это несложно то есть если будем говорить что первой солянкой плюс второе блюдо ну грубо говоря 150 рублей это уже начинается можно и дешевле не проблема то есть вы можете суп рисовый с овощами взять за 45 рублей и укатиться примерно самую сумму ну я еще раз говорю бывал я и в америке да вот когда мы сейчас говорим о том что мы должны замолчать на куши доллара ну может можно и замолчать на надо же в той америке когда я там питался ну средняя сумма была примерно 5 долларов может быть это был достаточно давно и было 97 году но 5 долларов это как бы даже не 2 доллара и не 3 доллара а вы здесь реально очень вкусно покушаете я считаю что столовая по домашнему вам дают тот самый вариант качественные вкусные дыры за мной находится столовая по домашнему где-то столовая по домашнему находится ну как бы себе сказать это театр оперы и балета очень красиво реально очень красиво место но здесь очень много других столовых столовых ресторанов я не знаю о чем будет речь кое-что тут уже ушло из нашей жизни но мы вам продемонстрируем то что в принципе вы должны сами посмотреть и подумать то есть если мы заходим сюда мы понимаем что удовольствие у нас становится немножко другим потому что здесь гораздо больше качества гораздо больше или зачем меня сюда сегодня правили а да 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 я сегодня на своем личном опыте продемонстрирую вам то самое качество и поверьте мне но одно и уже качество продемонстрировал продемонстрирую вам это исследующее для того чтобы поняли куда необходимо приехать сто процентов мы начинаем докатываться хорошо докатка в месяц большим количеством кафе и ресторанов ленина 12 рядом с театром ленинского комсомола простите с театром оперы и балета он малость окружен кафе и ресторанами и здесь тоже есть столовая по-домашнему и в связи с тем что меня сегодня попросили как бы сказать в связи с тем что мне сегодня дали возможность продемонстрировать все и показать насколько все это реально вкусно да и я этим делом и буду заниматься еще я благодарю свою бабушку которая в свое время меня настолько сильно и классно воспитала что в моем пути умещаются 80 пельменей ну вы должны понимать что даже невзирая на очень большое количество желудочка в моей пузике я в общем то не таким то образом и полнею по одной простой причине я перешел на другую пищу и вкушаю я просто перестал есть сладкое естественно это очень тоже интересно то весь мы приехали сюда на ленина 12 это прямо рядышком со мной я живу на ленина 5 ленина 12 и чуть-чуть рядышком со мной на ленина 25 мой сын живет мы разошлись к сожалению но дело в чем заключается да 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 где это место располагается ну вы в принципе так поняли что место рядышком с театром оперы и балета а чуть чуть дальше школа в которой учится мой сын я сегодня сюда приехал но не успел потому что уже все приехали и еще 150 метров если оттуда это было 300 метров то отсюда еще 150 это максимальное количество до альфа-центра там есть дивная такая штучка под названием чебуречка я про ценники вам сегодня уже говорил ценники здесь не совсем немножко другие то бишь реально можно покушать здешние чебуречки теперь мы зададим вопрос что мне никогда в жизни не нравилось мне в жизни никогда в жизни не нравилась гречка но просто как я вкусил здесь я сейчас прямо начну оттуда ну первоначально салат был гречка от пробуста и она просто разваривается ну можно сделать гречку вот так вот сейчас да но я покажу как это немножко делается то бишь греча сама здешняя она каким-то образом таким ароматом втирает вашу сущность во рту что вы готовы есть ее постоянно потому что это очень красиво другой вариант кстати еще более интересный и очень вкусный это печень курицы на да да вот она да да не просто умыслишь а покушать надо сто процентов эти два блюда они кстати никоим образом не напрягают ваш бюджет естественно много греча дорогой да 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 кабачок тушёный вместе с перцем от винта откликнуş от вента да от винта Реально отплента. Даже кое-что теряю. Ну, теперь о других вещах, которые всегда должны вызывать изжогу. Ну, если честно, то за восьмой-то год работы у меня изжоги здесь никогда не бывают в природе своей. Но, ммм, чеслеточка из свининки, говядинки. И честно, ну, можно есть и такую коклеточку. Поверьте мне, количество калорий, это то, что должно быть. Вообще, когда мне в детстве объяснили, что, Леш, ты мозг не канифоль, ешь калории. Я пытаюсь есть калории. Но когда я захожу в столовую по-домашнему, когда я захожу в столовую по-домашнему, когда я захожу в столовую по-домашнему, я понимаю, что, во-первых, это, как бы, идеальный вариант. Да. Третий вариант. Ммм, чкум, бля. Вах. Чуть позже, ну, может быть, и сегодня. Потому что мы сейчас пройдем немножко другое место, демонстрировать вам. Ну, там столовых-то еще больше. Ну, в смысле, тут есть кафе. Вот, еще напротив. Но. Перед тем, как прийти сюда, я вам реально говорю, зайдите, пожалуйста, на Ленине 12. Для того, чтобы продемонстрировать вам и показать, что столовая по-домашнему не только рулит, она, по сути, рулит в городе Магнитогорске. И честно, я вам честно скажу, ну, я много где питался, много где питался, да. Самый топ это был, конечно, у сенсея. Да был еще больший топ. На Первой Петровской ассамблеи. А вы там не были, а я там был, поверьте мне. И, если честно, то, невзирая на то, что я очень много питался в пятизвездных отелях, и ультра, и мега, и вообще какие-то там инклюзии. Давайте все-таки соберем во внимание те супер отели, в которых я питался. И, если честно, питание столовой по-домашнему входит в тот самый список из 10 лучших отелей. Я очень много питался, и вам реально говорю, вам будет интересно сюда зайти и покушать. Просто от винта. Реально просто от винта. А теперь жесть, я про рекламу говорю. Местечко с большим количеством изжоговых центров. В данном случае где-то рядышком находится Макдональдс. В новоиспеченной, но десятилетиями проверенной точки изжоги нет. Но в остальных то, их тут много. Что такое изжога? По сути, это вина повара. Некачественные, не на уровне продукты питания. И вот вам изжога. Но не в столовой по-домашнему. Она тоже здесь есть. И сколько народу. Так вот, сколько народу в столовой по-домашнему на Ленина 90, так это в следующем сюжете. Но вы приезжаете в столовую по-домашнему. И вообще, я понимаю, что в деревне лучше не готовить, чем в городе. Это 100%. Но вы кушаете то, что приготовлено для вас. И как здесь аромат? Кусть есть. Нормально. Нравится, да? То есть можно сказать, что приезжайте не кушать спокойненько. Хотя здесь очень много мест рядом, правильно? У вас здесь была хоть раз изжога? Нет. То есть можно говорить, что можно здесь по кушке изжогать? Да, можно. У нас снимает слитая камера. Ну, можно и так снять. Если не проблема. Давайте сейчас все сделаю, только побыстрее. Да, да, да. Ну, ради прикола. Все же говорят, что у нас скрытая камера снимает. Я говорю, что не скрытая камера. Это самая лучшая камера, которую вы можете себя увидеть. И не только сегодня. Вы сможете все это делать увидеть себя постоянно. Для этого можно включить интернет на мою страничку. Не знаете, какая моя страничка? Внимательно посмотрите. Фамилия у меня крайне редкая. Я единственный человек в мире, имеющий фамилию Челейкин Алексей. Так что вбивайте Челейкин в любой поисковик. И вам сразу покажу, как это все делается. В связи с тем, что меня сегодня реально попросили. А я реально вам продемонстрирую то, что мне необходимо сделать. Ну, понятно, манты это все. Да, да, да. Дома я знаете, что еще готовлю? Сейчас небольшое количество, будет лагман, естественно. Ах, забыл, забыл, забыл. Ложку. Ой, это сейчас будет. Вилочку возьму себе. Видите, тоже бывает туплю. Вот. Я дома также очень сильно люблю готовить горошек. Она мне действительно очень нравится. Это очень хорошая, качественная и вкусная еда, которая вам дает и калории, и самое большое удовольствие. Я ее реально дома готовлю, да. Она в очередной раз, в сотый, тысячный. И я никогда не буду готовить ее так, как готовят здешние повара. Хотя я люблю и умею готовить. Некоторые вопросы у меня, конечно, получаются. Но не все готовы. Подемонстрировать вам мои шашлыки. Хотя, по сути, это не мои шашлыки. Это у меня все время, как я сказал, Валерий Юрьевич Гиммервер, как их готовить. То есть, я не говорю, что это вообще-то мои шашлыки. Нет. Просто так, как их кормили. Ого-го. Они издавали материалы, это было очень-очень красиво. Но сегодня, сейчас я вам показываю то, что невозможно приготовить в природе моей лично. Да, может, и в вашей природе невозможно приготовить. Да. Я вам продемонстрирую, насколько качественное послевкусие, когда мы вкушаем, ну, обыкновенную горбушу, кстати. Потому что необыкновенную горбушу я вкушал, это было на той же самой Первой Петровской ассамблее. Нас там кормили семгой. Томленой. Так вот, я вам продемонстрирую то же самое, что нас там кормили. На Первой Петровской ассамблее. Поверьте мне, аромат и ощущения, это те же самые и непередаваемые. Просто вкушаем, ну, рыбка. Гороши всем рассказал. Да. Это то. Это то. Умеет делать. Умеет делать. Как и все остальное. Как я здесь доем и продемонстрирую вам, что бабушка моя хорошо сделала. Я могу есть многое. И продемонстрирую это за один день. Я думаю, как мне будет сложно, когда я все это дело буду монтировать. Потому что это будет столичное удовольствие. Но такое только раз в месяц, когда я прихожу в столовую по-домашнему. Конечно, мы приезжаем туда, где очень много всяких столовых, ресторанов и всего остального. Мы находимся на пересечении улицы Грязного и проспекта Ленина. Здесь цирк, здесь банкетный зал, здесь фулкорты в континенте, здесь отдельный изжоговый центр. В общем, тут есть много, где вы можете покушать, но насколько будете его вкушать вкусно и замечательно. И даже невзирая на то, что вы рано или поздно туда зайдете, даже невзирая на это, тут еще рядышком Макдональдс. В принципе, достаточно много всех дополнительных событий. Я бы вам рекомендовал заехать в столовую по-домашнему, которая располагается на ленина 90, для того, чтобы вкусить то, чего я за 8 лет никогда не испытывал. Я не испытывал здесь уже.